Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Я знаю вас по должности уже три с лишним года как руководителя аппарата общественной палаты Ульянской области. Я знаю, что у вас произошли перемены с должностью. Скажите, пожалуйста, какой пост вы теперь занимаете? Да, ну с недавнего, прошлого буквально, с ближайшего я теперь занимаю должность заместителя министра молодежного развития Ульянской области. Почему именно вы? Почему именно вам доверили? Ну, мне это доверие оказал губернатор Ульянской области Сергей Иванович Морозов, озвучив именно мою кандидатуру как заместителя министра. Ну, видимо, сказался опыт работы в молодежной политике. Я большую часть уже своей жизни посвятил работе в общественных организациях молодежных, а также в работе в органах власти, которые работают по работе с молодежью. Ну, если поподробнее, с 2003 года я работал в комитете по делам молодежи администрации Ульяновской области, моя деятельность началась. И затем занимаю постоянно, ну, как в разные должности. Работал также, стал директором департамента молодежной политики Ульяновской области. Вот перед тем, как уйти как раз в аппарат общественной палаты Ульяновской области, я занимался как раз молодежной политикой. Ну, а уж если говорить в целом, почему? Наверное, связь с общественными организациями, которые молодежные, она у меня, наверное, еще со школьной скамьи, когда еще был пионером, затем должен был стать комсомольцем, но, к сожалению, вот в преддверии дня комсомола. С сожалению, могу сказать, что в комсомол мне не удалось вступить, ввиду того, что уже не стало тогда комсомольской организацией. Но это не помешало мне стать членом другой молодежной организации, которая является правоприемником комсомола. Это Российский союз молодежи, это самая крупная общественная организация нашей страны, которая до сих пор работает, работает активно, и могу сказать, что до сих пор я принимаю активную часть в реализации программы проектов как раз на территории нашей области, в нашей стране. Ну, мне так посчастливилось много мероприятий провести именно с Российского союза молодежи, будучи на должности директора департамента. Ну, вот, наверное, одно из самых запоминающихся, о чем могу сказать, что мне посчастливилось стать войти в оргкомитет двух всероссийских фестивалей студенческого творчества «Российская студенческая весна», который проходил в 2003 году в Ульяновске, и в 2013 году через 10 лет также в нашей столице нашего региона принимал у себя самых талантливых студентов, танцоров, певцов, театралов, журналистов. Как раз, ну, если в 2003 году я был членом оргкомитета, то уже в 2013 году так получилось, что я стал исполнительным директором фестиваля, получив огромный опыт, получив действительно большой заряд эмоций позитивных на тот момент, которые до сих пор вспоминаются. Вот, наверное, вкратце, что бы хотелось, мои предположения, почему, наверное, мне была оказана такая честь, чтобы продолжить работу с молодежью нашего региона. Я считаю, что наша молодежь очень талантливая, поэтому мне это очень радостно, что мне сейчас снова такая возможность появилась, но, может быть, не то, что снова. Получается, я не прерывал отношения, конечно, с нашей молодежью, потому что, находясь на должности руководителя аппарата, у меня была возможность работать с некоммерческими организациями, в том числе и молодежными общественными объединениями, которые, организациями, которые зарегистрировались в нашей области. И те проекты, которые они реализовывали, я видел все это сам, принимал в них участие, где-то удавалось подсказывать, где-то приглашали как эксперта, где-то приглашали просто пообщаться, учитывая, что где-то какой-то опыт у меня был в этой работе. Поэтому могу сказать, что, наверное, я все-таки не прерывал отношения с молодежью и надеюсь, что никогда ее не прерву, всегда буду полезен молодым ребятам, которые хотят добиться в жизни чего-то большего, реализовать свои возможности, реализовать свои таланты. Ну, я думаю, что наш регион этому способствует, потому что и губернатор, и на местном уровне власти пытаются, создают возможности для того, чтобы ребята здесь могли найти работу, найти свою любовь, остаться здесь жить, учиться, получить хорошее образование. Поэтому будем сейчас все вместе в команде губернатора заниматься как раз этими вопросами для того, чтобы ребята могли себя здесь реализовать. Отлично. Сергей Николаевич, вступив на новую должность, с чего вы начнете в первую очередь? Что у вас в приоритете в ближайшее время? Ну, у меня, естественно, грандиозные планы, огромное количество идей, которые хотелось бы реализовать. Ну, если бы в сутках было больше 24 часов, я бы, наверное, их все равно нашел, чем заполнить. Но вот когда мы встречались с Сергеем Ивановичем, и как раз первый вопрос тоже самый был, наверное, от него вот с чего начать. Ну, и я предложил Сергею Ивановичу, наверное, первый вот шаг, который он воспринял, одобрил, что, наверное, было бы правильно, если бы ульяновская молодежь, если бы жители ульяновской области узнали побольше информации о 19-м Всемирном фестивале молодежи студентов, который прошел вот буквально недавно, завершился в городе Сочи, куда съездили 150 наших ульяновских ребят и девчонок, которые приняли там активное участие, которые там активно работали, которые смогли себя там проявить, которые действительно были там замечены, которые привезли оттуда много проектов. Много контактов, много эмоций, впечатлений, то есть оттуда мы их встречали, когда на вокзале. Видно было, что, да, конечно, они, наверное, после поезда были чуть-чуть уставшими, хотя на самом деле не видно сильно было это, но в глазах у них было столько эмоций, столько энергии, что, наверное, эти эмоции, эти знания должны, наверное, отдать, они не оставить в себе только внутри, а поделиться с ними. Поэтому предложили, что вот следующая неделя, начиная с завтра, с Дня комсомола, завтра, ну, День комсомола 29-го, завтра начнется празднование торжественного мероприятия в Ленинском мемориале, куда придут ветераны комсомолу, комсомольской организации, и придет молодежь нынешняя. И вот там дать старт недели фестиваля, 19-го фестиваля молодежи-студентов именно на Ульяновской земле. Мы уже проговорили и с ребятами, которые вернулись, будет проведено большое количество встреч. Они уже договорились, что будут приходить в школу, что почти все школы они обойдут, встретятся с молодежью, встретятся с обучающимися, со школьниками, расскажут им, что там было интересного, покажут наглядно, какие мероприятия там проходили. И самое главное, поделятся именно теми идеями, которые они там обсуждали со всем мировым сообществом. Большое количество молодежи со всего мира приехало, и они там как раз действительно налаживали контакты для того, чтобы, ну, во-первых, поделиться своим опытом, но также взять опыт других регионов, других стран и реализовать самые лучшие идеи и проекты здесь, на территории Ульяновской области. Я думаю, что каждый из них имеет свой проект, они все разноплановые, они все творческие ребята. Кто-то в бизнесе, кто-то в искусстве, кто-то в культуре, кто-то в физической культуре. Ну, то есть спектр огромный, широк, ребята-добровольцы было очень большое количество, то есть они все приехали, и я думаю, что они смогут заразить вот этой идеей фестиваля, идеей дружбы, идеей созидания молодежи Ульяновской области для того, чтобы у ребят также появлялись свои идеи, мысли для того, чтобы именно в своем селе, в своей школе можно творить хорошие дела, и этим прославиться, ну и на самом деле принести пользу тем, с кем они общаются каждый день. Ну, это будет касаться не только, конечно, школы, и со студентами будут встречи. Ребята, работающие молодежью с предприятиями, они также проводят уже встречи на предприятиях с руководством своим, также делятся опытом, делятся информацией. Ребята с бизнеса, делегацией, которая была группой, они уже, думаю, смогут это все реализовать и в бизнес-проектах, и они уже там, как я понял, общаясь с ними, с руководителем делегации Николаем Солодовниковым, что они уже там кое-что наметили для того, чтобы развивать бизнес-проекты, либо за пределами своей проекта, либо привлекать другие. В общем, будет много таких встреч, но это только одно из направлений. Еще в рамках этой недели будет заложена аллея, 19-й фестиваль молодежи студентов в Ульяновске, и на память, чтобы эта память об этом фестивале прошла года, сквозь века, оставаясь в Ульяновске, и чтобы они затем приходили, наши дети, и знали, что был такой фестиваль, и что наши ребята принимали активное участие. Также в рамках этой недели пройдет подписание декларации о молодежи уже с участием губернатора, то есть я сейчас уже говорю просто сами такими мозгами большими. Проговорено, что будут утверждены стандарты работы с молодежью, будут не назначены, они уже являются. То есть проговорим, как бы подпишется документ о формировании Ульяновского корпуса послов 19-го фестиваля в Ульяновской области. Это как раз я говорю о тех ребятах, которые вернулись и которые будут уже в течение всего года. Я надеюсь, что заряда у них хватит и времени для того, чтобы работать год или еще сколько, для того, чтобы эти идеи фестиваля не остались, как я уже говорил, где-то вот в Сочи побывали и все, а дальше распространились на весь мир. Потому что сами ребята говорили, что видя кадры фестиваля 1557 года в Москве, 1885 года, который проходил в нашей стране, они, конечно, тоже было такое, говорит, ну, как они сказали, действительно, в любом случае, даже глядя на кадры, осознаешь себя в истории как одной из той частиц, которую, да, были почти 100 лет назад, прошло, а молодежь осталась та же. То есть они также хотят созидать, хотят передавать свои знания, умения и реализовывать себя в жизни. Спасибо, Сергей Николаевич. И еще у меня к вам такой глобальный вопрос. Вы бы что хотели изменить и что преобразовать в молодежной сфере большими такими семимильными шагами? Что бы вы хотели поменять, что в ваших силах и в силах ваших коллег? Ну, менять, наверное, в молодежи ничего не нужно. Нужно просто дать молодым ребятам возможность себя реализовать. Это самое главное. А измениться, ну, если человек хочет поменять, измениться, он должен начинать с себя. Поэтому, если говорить по-крупному, то есть нам просто нужно будет создать площадки и возможности, где молодежь уже сама будет себя реализовывать. Как я говорил, что и ребята, которые приехали с фестиваля, они все разноплановые, у них огромное количество возможностей, и молодежь у нас, на самом деле, молодежь – это колоссальный кадровый потенциал, интеллектуальный потенциал, поэтому здесь говорить, что их нужно как-то менять, наверное, неправильно. Менять ничего не нужно. Нужно просто, вполне возможно, пересмотреть некоторые отношения в каких-то частях. Вполне возможно, что просто нужно где-то усилить, где-то сделать акценты на направления какие-то. Вот одно из главных направлений, про которые Сергей Иванович уже говорил, Морозов, это создание одной большой общественной организации на территории Ульяновской области, которая стала бы таким флагманом в реализации молодежной политики на территории региона, которая стала бы партнером для всех детских общественных объединений, молодежных общественных объединений в реализации их прав, их задач. Ну вот как раз, наверное, самая большая задача, которая будет стоять лично передо мной, как я уже проговариваю, что Сергей Иванович сегодня как раз это и обозначил, что главная как раз меня как заместителя будет задача работы с некоммерческими организациями и вот формирование вот этого единого большого организма, вот этой единой системы работы с молодежью именно через большую единую общественную организацию. Мы сейчас это будем прорабатывать, выстроить отношения, нам предстоит не только внутри региона, естественно, вариться в собственном соку нам непозволительная роскошь, нам необходимо налаживать связи и с другими регионами, и с общероссийскими общественными объединениями. Вот уже, думаю, мы начали такую работу, работать будем и с Российским союзом молодежи, и с другими организациями налаживаться. Ну, я думаю, благодаря вот как раз ребятам, которые вернулись в фестиваль, мы соберемся еще раз, будем с ними советоваться, какие же организации еще нам здесь, идеи каких организаций можно было реализовать совместно. Ну, я думаю, что мы найдем точки соприкосновения с теми активными ребятами, которые вовлечены в деятельность общественных организаций для того, чтобы эти круги деятельности, активности, они распространялись все дальше, дальше и дальше. Ну, то есть у ребят, например, из Индинского района, из Базара Сызганского, из Корсунского района, я думаю, должны быть такие же возможности, как и ребят из Ульяновска, реализовать свои возможности. Поэтому одна из главных задач, которую вот я сейчас вижу, это формирование таких же общественных организаций, как Ульяновск, и в Ульяновске их много, по районам еще пока не такое большое количество, для того, чтобы они появлялись именно на территории наших районных центров, в поселениях. Вот это будет одна из амбициозных задач, которую мы в ближайшее время уже начинаем. То есть можно сказать, что завтра, послезавтра мы уже приступим к реализации этой программы. То есть, естественно, это потребует больших сил и вложений, и я надеюсь, что молодежь в Ульяновской области проникнется этими идеями и сможет вместе с нами эту задачу выполнить. Потому что, естественно, можно одному, двум, трем, двести человек много вкладывать сил и энергии, но если это не будет подхвачено тысячами, конечно, это будет сложно сделать. Я надеюсь, что наши ульяновские ребята, ульяновские парни, девчонки будут активны, как всегда, но в том числе будем пытаться расширить, как я уже и говорил, сферу влияния молодежной политики. Очень хотелось бы сделать так, чтобы каждый из ребят в возрасте, молодежь от 14 лет, будем говорить, могла про себя сказать, я член общественной молодежной организации, неважно, как она называется, главное, что я волонтер, я доброволец, я эколог, я молодой инженер, я молодой композитор, я молодой, ну, в любом случае, что нужно именно это сделать так нам, наверное, чтобы ребята смогли себя почувствовать членами этой большой молодежной семьи, в которой каждый знает, что он делает, для чего он делает, и понимает, что это все направлено и на него, и на тех, кто вокруг него, ну, естественно, на развитие нашего региона, на развитие страны. Вот примерно такие задачи, которые мы, если крупным мазком сказать, будем, наверное, реализовывать вместе с нашими молодыми ребятами, лидерами и всеми-всеми. Спасибо большое, Сергей Николаевич, что поделились со мной своими грандиозными планами. Успехов вам на новой должности. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин